Музеи, арт-галереи, выставочные центры и театры. Самарские культурные пространства готовятся к масштабной акции «Ночь музеев-2021». Это такой макет планет, который будет развешан по залу, поскольку тема космоса. В год космоса Горький центр совместно с Литературным музеем имени Максима Горького готовит к 15 мая программу буквально вселенских масштабов. Выставки, игры, мастер-классы, кинопоказы и лекции. Все по канонам фантастического жанра. Обещают любителям романов Алексея Толстого, а элита и гиперболуэт инженера Гарина точно не будет скучно. Будут рассуждать наши коллеги о том, почему человек хотел улететь. Русский космизм, советский проект. Будет задано несколько вопросов. Ну, как, куда, почему. Будут отвечать на них через лекции, через мастер-классы. Конечно же, будет музыкальная программа. У нас выступит такой электронный музыкант Лунати Кофе Машин. То есть он как раз вдохновляется всякими фантастическими сюжетами, технологиями. Впервые в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» арт-галерея «Виктория» будет встречать гостей сразу на двух этажах, а также во дворе. Вдохновение ночи – творчество отечественного поэта и художника Дмитрия Пригова. Программа начнется в пять вечера с детского мастер-класса и творческой лаборатории, а завершится экскурсией, стендапом и музыкальными номерами. Без соблюдения мер Роспотребнадзора в эту ночь музеев не пройдет ни одна программа. Бесплатная экскурсия по дому-музею Эльдара Рязанова будет организована ограниченными группами. Активность здесь начнется уже в три часа дня. Мы предлагаем нашим гостям, жителям и гостям Самары насыщенную программу. Она будет проходить в трех локациях. Во-первых, это основная экспозиция музея. Во-вторых, это сквер Эльдара Рязанова, где мы с вами находимся. Здесь будут проходить кинопоказы, детские квесты, музыкальная программа. И третья локация – это городское пространство, где пройдет городская экскурсия звезды российского кинематографа в Самаре. Старт экскурсии в восемь вечера от центрального входа в музей. А часом ранее впервые после ограничений по ковиду откроется и самая крупная экспозиционная площадка города. На двух гектарах земли раскинулся музей железнодорожной техники. Здесь тоже готовят любопытную программу для взрослых и детей. Внимание, паровоз отправляется. Подаем гудок и полный вперед. Эту модель паровоза создали в Нью-Йорке в 1943 году специально по советским чертежам для советской армии. Побывать в кабине машиниста можно будет 15 мая бесплатно. У нас в программе экскурсии, показ видеофильмов в вокзале станции Дашково. Также открытая техника. Можно будет посетить внутри кабины управления паровоза ЕА, электропоезда Р-200, а также электропоезда военного времени. 15 мая двери перед гостями распахнут более 40 культурных пространств Самары. Во многие из них вход будет бесплатным, а остальные по льготной цене. С полной программой на этот день можно ознакомиться на сайте администрации города в разделе «Новости». Кульфия Сафина, Сергей Баскин. События.